В Казахстане приняты все основные законы, которые ведут на улучшение жизни женщин, но они не выполняются в полном размере, и женщины все равно страдают от патриархальных устоев, встречающихся как в жизни, так и в семье. Наша организация работала с женщинами, которые находятся в декретном отпуске. Размер детского пособия в Республике Казахстан на первого ребенка в пределах 18 тысяч тенге, на второго 20 тысяч и, соответственно, на третьего в пределах 22 тысяч тенге. Проводились исследования с женщинами нашего сообщества. Они вели дневники расходов и доходов своей семьи в течение трех месяцев, записывали все расходы. Данного пособия хватает только для покупки детского питания на пять дней. Проведя данное исследование, мы с сообществом женщин поняли, что нам нужно донести до правительства, до парламента, что нужно поднимать данные пособия. Депутатам Народной партии Казахстана были предоставлены доказательства недостаточности размеров пособия. Тем самым была положена практика принятия решений, принятия законов с учетом мнения тех групп населения, которых касаются эти законы. Основным посылом, который был для всех исследователей и организаций, которые были менторами, это была работа с преодолением системных проблем, с которыми сталкиваются женщины. Исследования, которые мы проводили в рамках ЭФПАР, они распаковывали для сообществ вопросы мультидискриминации, вопросы влияния патриархата, фундаментализма, вопросы влияния глобализации, милитаризма. Милитаризма 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 Им мояomm GLP Zum Запкинешинг Мугдагин Милитаризма Милитаризма Практик Милитаризма Милитаризма Милитара М, М, НМ, Сергей М народ О cooper is Терапевт у нас есть педиатр-выгранты, а у нас есть узкие специалисты, и мы не знаем. В исследовании 111 женщин выбрали одну из новостроек города Бишкек. Женщины отмечали, что низкое качество медицинских услуг, нехватка врачей. Для работы с женщинами-мигрантами были использованы очень много подходов, которые олицетворяли подходы ЭВПАР. Они прошли обучение по адвокации. На этом тренинге они прошли, что такое адвокация, какие нужно использовать тактики, методы, подходы. И совместно с другими женщинами-мигрантами организовали инициативную группу, в которую вошли 10 женщин. Подготовили свои обращения в профильные государственные структуры на местном и на национальном уровне. И отразили четко свои требования усилить контроль за реализацией законодательства в части охраны здоровья граждан Кыргызской республики. Эти женщины могут самостоятельно уже продвигать свои права, не только по продвижению женщин-мигрантов, но и в общем, для того, чтобы в общем улучшить положение женщин. По исследованию ЭВПАР у нас появился шанс. Мы создали группу из сообщества женщин ВИЧ, которые живут в сельских районах. Они начали ознакомливаться с законами Кыргызстана, обучение, тренинги, создавать группы. Вот это нам эффект большой дали. У нас были сообщества, которые работают по доступу к ресурсам, таким как вода, земля. И эти молодые исследовательницы, они стали лидерами в своих сообществах, чтобы пролоббировать исполнение законов, чтобы власть начала реализовывать механизмы, которые предусмотрены для защиты прав женщин. В селе Нуравшан местные женщины для хозяйства используют в основном воду из реки Басу, которая сильно загрязнена отходами, которые вливаются организациями и местными жителями Ташкента в эту реку. В рамках ЭВПАР был осознан группа активных женщин и исследовательниц из 40 человек. Для решения данной проблемы, отстаивания своих прав в сфере доступа к чистой воде, женщины Махалина Муна мобилизовались и привели фемистическое исследование. Совместно с местными женщинами была подготовлена методология исследования для сбора и анализа данных, разработанных ЭДВК Сицелий и последующие действия для продвижения решений данной проблемы. Получение объективных данных в результате ЭВПАР значительно помогло женщинам заявить о своих правах на воду и решить проблему загрязнения реки Басу. На данный момент наши женщины активно принимают участие во всех собраниях на местном уровне. Они также вошли в состав Махалинского комитета. После ЭВПАР исследования было приготовлено аналитический отчет. Мы данный отчет предоставили комитет женщин Ферганской области, а также было разработано более 10 рекомендаций, которые для улучшения положения женщин Ферганской области и Заванского района. В этом году вENTД о работе семинами на всех местных странах новых женщин Ферганской области начинок образования для сгиба, в этом году в последней мере, в общем-то области, в целом, в целом, в целом, в целом, улучшения заболевания, в целом, способности, в целом, улучшения, в целом, в целом, улучшения в ЯдВК Севастопольском районе, Сейчас для этих женщин было создано новые рабочие места. Особенностью Центральной Азии является то, что у нас очень сильные традиции. Все эти системные проблемы начинаются с семьи. И даже девочки, которые растут в наших семьях, они уже с маленьких лет воспитываются так, что их готовят к замужеству. И вопрос образования, трудоустройства, политической карьеры не является приоритетом. Одной из задач ПАР ставил подготовку молодого специалиста для проведения мероприятий и вообще проведения исследований. И именно молодой исследователь с помощью женщин, сообществ представили и предложили проблему о ранних браках. Было проведено исследование в двух джамуатах среди женщин, вступивших в ранний брак, и которым применялось также насилие. Каждая пятая обращается по тем вопросам, что когда-то они вступили в ранний брак, и сейчас у них накопилось очень-очень много проблем. После того, как мы отобрали женщин-лидеров в данных сообществах, то есть наших активисток, стояла другая задача – обучить их и дать понятие, что является для них ФПАР, что оно может продвигать, какие возможности оно им дает. Когда мы направляли письма в государственные органы, для нас эти дороги были закрыты изначально. Но в процессе уже и стали сознавать сами мужчины, что и государственные структуры, что действительно это является одной из проблем. Женщины-лидеры сообщества стали решать эту проблему на местах. Как они решали? Во-первых, сначала выявили саму причину, потом они стали проводить разъяснительную работу, затем они стали участвовать в различных выступлениях по радио, телевидению, газетах. Приняли участие более 500 человек и к ним прислушались. Эту проблему включили в стратегию активизации роли женщин с 21-го года до 30-го года. ФПАР-исследование повлияло на меня довольно-таки сильно и дало понять тому, что каждая из нас женщина, с которой мы работали совместно, мы являемся феминистками, мы уже это осознали и это уже пришло к нам. Очень важно, чтобы эти вредные, пагубные практики культуры, традиции, которые укоренились и в большей степени являются патриархальными, чтобы они превратились в более позитивные. Вот эти стереотипы, они были в большей степени развеяны за ними женщинами, которые начали практиковать более активное поведение в своих сообществах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok